Изменение климата на себе ощущает каждый человек. Стремительное потепление, сокращение осадков, нехватка воды, таяние ледников и не только. Все это может привести к необратимым последствиям. Сегодня эксперты научные круги собрались обсудить возможности применения зеленых технологий в предпринимательстве. Назгуль Малабаева занимается птицеводством. В хозяйстве около 500 тысяч кур. Качество производимого яйца напрямую зависит от рациона питания птицы. В этом году, как и многие предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, остро ощутили на себе изменение климата. Касается это в первую очередь нехватки поливной воды. Насколько мы можем себя обеспечить кормами, это самый главный вопрос стоит сегодня. В этом году была проблема вода. Водоснабжение крестьян. В связи с тем, что получается, кто выращивает кукурузу, кто выращивает пшеницу, им воду дали в конце сезона. И наши крестьяне, они вот сегодня кукурузу, они хотят урожай собрать, они не могут собрать урожай в связи с тем, что у них кукуруза влажная. В Кыргызстане, как и во многих странах мира, наблюдается изменение климата, интенсивно растет температура воздуха, меняется режим выпадения осадков. И наибольшая угроза, с которой сталкивается страна, это увеличение засушливости в теплое время года и вегетационный период года. Наибольшим фактором риска являются возвратные заморозки, которые приносят большой ущерб для сельского хозяйства. В настоящее время требуются очень быстрые, срочайшие меры по адаптации с целью минимизации вот этих ущербов. Кыргызстан, мы все видим, сталкивается в последнее время с нехваткой водных ресурсов для ирригации. В этом году мы стали свидетелями, не хватало даже питьевой воды. То есть, конечно же, самая первая мера, которая требуется для нашей страны, это меры по эффективному использованию водных ресурсов во всех секторах экономики на уровне домохозяйств, на уровне индивидуального использования воды. Поэтому есть необходимость принятия стратегии по адаптации к изменению климата, которая будет помогать предпринимателям вырабатывать механизмы использования в производстве щадящих методов влияния на окружающую среду. Именно зеленая экономика, поддержка бизнеса к изменениям климата, к борьбе с изменениями климата является основной нашей целью на сегодняшний день. Наша страна сейчас испытывает последствия от изменения климата и не секрет, что многие предприниматели могут от этого пострадать или же, например, недополучить какую-то прибыль. В этом отношении эксперты поработали над тем, чтобы составить свод определенных инструментов, знаний для того, чтобы помочь предпринимателям подготовиться к этим изменениям климата, внедрить определенные зеленые технологии для того, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Достигнуть результаты можно лишь работая сообща. И сократить выбросы в окружающую среду также можно с помощью применения зеленых технологий в производстве и рационально использовать имеющиеся природные ресурсы, отметили участники встречи.